Взгляды школьников прикованы к экранам компьютеров. В этот момент на мониторе оживают обычные геометрические фигуры. Стоит лишь задать верную программу, квадрат трансформируется в новогодний поезд. Остается добавить анимацию, можно смело показывать готовый мультфильм. Все этапы его создания, от идеи до ее реализации, ребята узнают в IT-кубе на площадке средней школы номер 74. Направление уникальное не только для региона, но и для страны в целом. Мне очень интересно, потому что я открыл, считаю, новый путь, вообще мировоззрение. Я раньше никогда этим не занимался. Возможность заниматься новым открылась ученикам школы в сентябре этого года. На выбор шесть направлений, среди которых программирование и робототехника. Партнерами в создании концепции занятий стали мировые и флагманские компании отрасли. К нам приходят дети, это 7 лет. Они изучают язык программирования среди скретча. Одно из самых популярных образовательных направлений, даже длинную очередь есть на желающих пойти и обучиться. Второе направление связано с робототехникой. Это огромный мир, начиная от программирования наземных роботов, завершая беспилотными аппаратами. Как управлять последними, узнал и губернатор Алексей Русских. Главе области рассказали о процессе сборки беспилотных аппаратов. Конкретно эти модели не несут стратегической задачи. На данном этапе детям важно понять, как устроена летающая механическая птица и по какому принципу она работает. И уже на фундаменте базовых знаний строятся большие проекты. Всё начинается от базовых, переходим в практику. В практике у нас тоже поэтапно. Начинают с обычного полёта стабилизации, переходим до профессионального аппарат-режима. Вот он смотрит вид. Это то, что видит его. Он видит точно так же, да? Да, это изображение камеры. Вид впечатляет, ровно как и успехи молодого поколения. Их наглядно видно на профильных конкурсах и фестивалях. К примеру, совсем недавно ребята вернулись с Российской Олимпиады по программированию. Заслуженные подарки победителям вручил губернатор области. У нас много компаний, много предприятий, которым требуется молодые перспективные кадры. Сейчас и зарплаты потянулись практически до Московского уровня. Поэтому никакого смысла нет. Уезжайте за регионами. Оставайтесь здесь. Говорите. Мечтайте. Креативьте на благо области. Свои теплые пожелания Алексей Русских оставил и в рукописном варианте. Слова на путстве отныне запечатлены на главной стене IT-клуба. Он, к слову, стал четвертым, который удалось открыть в Ульяновской области.